Мне пришлось ввести пар по-чистому. Мы прекрасно понимаем, что с папуша попариться с веником нормально в пироговую баню мы не сможем. То идёт человек в баню за здоровьем, а попадает в горячее пыльное производство. И где доказательная база? Это не публикуется, это закрытые данные. Вопрос стоит в другом, чем топили эту печь? Якобы гипоксия продлевает жизнь, жёсткие. Мне очень нравится, я их купил, несколько штук. У меня есть ещё один рояль в кустах, это, например... Привет, друзья, добро пожаловать на самый жаркий канал. У нас сегодня животрепещущая тема, посвящённая лёгкому и чистому пару. Именно поэтому у нас в гостях Владимир Николаевич Ляхов. Владимир Николаевич, добрый день. Добрый день. Владимир Николаевич будет отстаивать точку зрения, что чистый пар – это самый лучший вариант развития событий. Я буду топить за традиционный пар. И обращаю ваше внимание, что на вкладке «Сообщество» будет находиться голосовалка. И прошу вас проголосовать, какой же пар лучший – чистый пар или традиционный пар. А мы начинаем свой банный батл. Владимир Николаевич, вам слово. Добрый день. Ну, начну я вот с этого тогда. Моё знакомство с термогидропроцедурами. Сначала в детстве школа прошла... И школа у меня в Ферганской долине. Это купался в Янге-Арыке, мылся с семьёй в хамаме, в номерах, в отдельных номерах. В Андижане душ и ванна в Хрущёвке. Дальше в Москве студентам. Меня повели в центральную баню. Там как раз печь по серому. Я тогда не знал про печи ничего. Из парилки в холодную воду в ванну. Всё хорошо. Были командировки в Красноярск, Новосибирск. Бани общественные, там пара из крана. Крутишь кран, идёт пара. Тоже вопросов не было. Я не разбирался совсем в этом. Это на экспедиции в Балагое и Себеж. Бани по-чёрному. Познакомился я там. Поговорили с местными людьми. Топим, топим. Три часа, четыре часа с Константином баню по-чёрному. Я первый раз её топлю. И думаю, а сколько её топить? Выхожу на улицу, спрашиваю. Когда баней пользоваться? Когда париться? Женщина из толпы там говорит. Вода закипела? Заходи и мойся. Это я потом... Всё время у меня всплывало. В деревнях не парятся. В деревнях моются. В тёплом помещении. Вот. А одна бабулька сказала, что вот надо хороша берёза топить, а сосна горчит. То есть обстановка по-чёрному. Мы зашли с Сергеем. Посмотрели там. Чуть дотронешься, измажешься. Правда, сажа бывает разная. Бывает глянцевая, как лак. А бывает сыпется, как порошок. Когда я об этом стал рассказывать здесь на сообществе, мне говорят, да ты не умеешь пользоваться, и так далее, и так далее. Много лет спустя я понял, что в бане по-чёрному не парятся, а моются и не льют воду на... На каменку. На каменку, да. Потому что вот она. Так вот выглядит. Пробовали лить воду, облако сажи получаем. Дальше. Знаменитые печь по-серому. Владимир Николаевич, давайте я по поводу бани по-чёрному сразу возражу. Сразу у меня есть и возражение, и констатация действительного факта. Первое. В деревнях действительно моются. Я тут с вами полностью согласен. И есть одно но. Если мы возьмём юг России, например, вот я был в Астрахани, специально ездил на раскаты, чтобы посмотреть, как там моются. Если мы возьмём всё, что ниже, условно, Воронежа, там действительно моются, потому что температура высокая, вода закипела. Я вам даже больше скажу. В Астрахани, например, в бане нету каменки. То есть есть кирпичная печка, где топится котёл, который кипит, вода закипела, и ты пошёл мыться. То есть не было в традиции париться с веником вообще. Там, во-первых, нету веника. Во-вторых, там нету дров. Этот ролик сейчас появится вот здесь под кнопочкой «Ай». Это как раз-таки традиционные бани казаков Юга России. Что касается бани по-чёрному, тут у меня полное возражение. Этот ролик тоже сейчас здесь появится под кнопочкой «Ай». Почему? Потому что то, что ваш опыт был неудачным, свидетельствует лишь о том, что люди были на самом деле ленивые. Вот у меня в деревне, например, баню топят исключительно женщины. То есть мужчина этим не занимается. Там нету ничего сыпящего с потолка. То есть стены, они чёрные. Да, это действительно так, как показано на рисунке. Но никакой сажи, никакой пыли с них не сыпется, потому что после того, как печь истоплена, её стены промываются. И на каменку, на каменке нету, но это уже из-за того, что всё-таки Новый век. Раньше был чан с водой на каменке, сейчас этот чан находится сбоку, но тем не менее каменка разогревается достаточно серьёзно, и пар туда поддают. Вот как-то так вот. Поехали. То, что я видел, было по-другому. И сами жители демонстрировали это, потому что мы заходили, никто не поддавал. Действительно, вот здесь вот висел котелок с водой, или стояла вот здесь бочка. Это обязательно горячая вода. А не наливали то, что я видел. Это не я наливал, или я мыл. Я присутствовал просто. Но у нас и с веником парятся. С веником, ради бога. Но не касаться и не лить воду на камни. А почему не лить? Потому что облако сажи получается. А я вообще говоря, вот здесь я даже выписал этот момент. Вот. Когда стал тестировать бани, а это с 2005 года примерно, ты лабораторию сделал в 2010 году. Думаю, вместе с вами не одну. И вот тогда я с приборами за вами смотрел, как это все делается. А сам я по чуть-чуть, по чуть-чуть, с 2005 года. И начал замечать. Дым, гарь, песок на зубах. Даже в электропечах песок на зубах. Сейчас я удивляюсь, откуда там песок. Покашливание. Очень много раз покашлял не только я, а все присутствующие кашли. Угар был. Причем у меня в руках был датчик угарного газа. И он показывал превышение ПДК там во много раз. И мы думали, а мы же ничего не чувствуем. Проскочим. Четыре человека, болела голова. То есть вот в таких условиях, да. Это с какой печью у вас был угар? Это печь дымопара была. Я не буду называть конкретно. А на Рузбанях обсуждался печь с дымопаром. Мы потом с Аратаем ездили к нему туда, под Смоленск. И вот там мы надышались и угорели. То есть это частный случай неудачной печи. Да. Ермолаев, Аратаев, Сотников. Все такие, ну, к бане такому. А я только присматриваюсь. Я как любитель. И больше... По поводу угара я с вами не согласен. Если нет открытого огня, ну, и дымовых каких-то газов. Но в бане по-черному это как раз есть. Если не выгребешь угарки и так далее. Ну, я о том и говорю, что это... Значит, да. Получается так, что печи по-серому, классификацию мы... Вот я покажу еще. Печь по-серому, где каменка по-черному. И печь бани по-черному. Там зола вот она лежит. И там надо все выгребать. Я пробовал ведром заливать, но получил... Облако пара. Облако. Ну, не пара, а пыли. Пыли, золы. Пара воздушной пыли. Да, да, да. Что касается покашивания, тоже могу возразить. Абсолютно. Потому что в процессе, скажем так, принятия банных процедур... У нас легкие, во-первых, нагреваются. Мы с вами знаем. Несущественно. На 1 градус. Да. Знаем прекрасно, что когда говорят там разогреть организм внутри до 45, это полный бред. Да. Полградуса вполне достаточно. Но, тем не менее, повышенная температура и повышенная влажность размягчают альвеолы, я считаю. И, соответственно, всё, чем вы надышались в большом городе, выходит обратно. То есть, человек отхаркивает то, что накопил в большом городе. Ну, либо пройдя по пыльной дороге. Но тогда, когда я два раза отчётливо в Литве кашлял и в посёлке, в Жуковке, элитный посёлок, там сделали, кашлял, то у меня параллельно была и плёнка серая на руках. И вот здесь вот чёрная оседала. То есть, это не городская пыль. Не городская. А отсюда была, из печи. В частном случае, плохой камень. Да, да. Ну, и вот я в этом альманахе, в статье в альманахе написал, да, сделал классификацию такую, что баня по чёрному известна, баня по серому, печь по серому, это когда печь по белому с трубой, и камень по чёрному внутри её. Первый раз я от Ларкина услышал, удивился так, но лет 15 назад не обратил внимания, а оказалось, это, да, есть такой термин у печников и банщиков. Каменка по белому, это когда камни в бункере у нас не соприкасаются с огнём, и мне пришлось вести пар по чистому, когда я скоропарку протестировал. Тестировал, у тебя мы тестировали, и я понял, что есть устройство, которое генерирует пар, причём там добавление было пар перегретый. Вспомнил все бани, где я посещал пар, из крана был. Оказывается, Львов, Львов в 1790 году об этом писал, где-то у меня было. Вот, Львов у меня написано. Причём и в Сандунах, в Номерах, и в Железогорске, вот Аратай рассказывал мне, там пар из крана. То есть, это не просто какое-то нетрадиционное. Этому 200-300 лет. Ну, традиционный пар из крана, как вы говорите, это, по сути дела, из ближайшего котельной брали пар. Иногда паровоз подгоняли. Да, насыщенный перегретый пар подавали в парилку. Скоропарка это... Но он не перегретый из котельной. Не перегретый? Нет. Он чуть-чуть выше по температуре, так как в аквапечи, там, может быть, даже внутри 170 градусов вода. Но под давлением 7 атмосфер. А если мы сбрасываем давление до 1 атмосферы, те же 100 градусов получаем. Насыщенный, не перегретый. Чтобы перегреть, это нужно было сделать скоропарку. И скоропарка это уже, по сути дела, печь для частника, для конечника. Для бани на даче, для бани на участке, то есть небольших бань. Специально ездил к Ефимову, чтобы потестить, так сказать, у апологета подобных печей, которые их ставят. Ого! А я ездил в Пензу, аквапечь тестировал. Тогда Куценко сделал уже не вот эти 7 атмосфер, которые были аквапрофи, а аквалайт. И она уже, по сути дела, была как скоропарка. И я после Красной Поляны поехал прямо туда, к Евгению М. Так давайте, все-таки убедите нас, что пар по-чистому это лучший пар на сегодняшний день. Так, здесь у меня скажу, да. Значит, накапливалась информация таким образом. На одном, в Горке-2, элитный объект, Мирке, Соколов, Взоров, ваш покорный слуга, печь строят. Парилку обустраивают. Хозяин, заказчик, подходит, почему-то выбрал меня и спрашивает. Вот я заказал печь. Печь большая, красивая, в возрастах. У него бассейн, там статуи стоят. А почему у меня после бани голова болит? И я должен был отвечать. С тех пор, не с тех пор, я до этого уже слегка думал. Ну и сильно стал думать. То есть, у врача он не стал спрашивать, почему она болит? А врачей не было, рядом были строители. Дальше, тоже на элитном объекте, под Угличем, Володя Терехов. Построили они печь. И я смотрю, что-то он этот баллон взял, горелку разжег и стал выжигать сажу внутри с камней. Ну тоже можно сказать, и печь плохая, и не дотопили ее. Оказалось, нет. В любом случае, когда мы по серому, особенно на дровах, сказать, что печь по серому на дровах житомирскому, он вообще плеваться будет. Он столько уже надышался, накашлялся и наобслуживал эти печи с Ермолаевым, что все он знает про них. И, конечно, здесь остается, во-первых, пепел остается. Знатоки говорят, а мы ковшичек бросим, дверку быстро закроем, и все улетит в трубу. Все улетает во все стороны. И сюда, и часть вылетает в эту дверку дышать. Короче говоря, этот прием не спасает. А чтобы выжечь всю полностью сажу на дровах, потому что она остается, на дровах это вообще отстой. На газу еще куда ни шло, но на дровах это очень плохо. Володя Терехов за несколько сот километров привезли они вот эту горелку и готовили печь к этому, к процедуре. Тут я еще могу возразить, я думаю, что не только я один возражу, но возразит добрая сотня, а то и две сотни человек, которые пользуют печами обращенки, так называемые, Сергей Зюкин, которые строят. Вот он, кстати, мы проведем тут буквально на днях батл между четырех печников. Каждый будет топить за свою конструкцию. Я буду топить за прямоточные печи, а один из печников будет топить за железные печи. В обращенке выжигается все замечательно. В хороших печах, даже если мы возьмем печь Кузнецова, колпаковую печь, выжигается все. Все зависит только от того, чем вы топите. Где протокол испытаний? Это все пока разговоры. А вот так как с тобой замеры делали и тестировали, надо датчик пыли поставить и посмотреть. Датчик угарного газа. Этого нету испытаний таких. Мы ставили датчик не угарного газа, мы ставили датчик О2 кислорода. Как раз таки говорили, что кислорода в парной становится меньше. Действительно датчик зафиксировал падение кислорода. Но это возможно еще связано с тем, что повышенная температура, повышенная влажность. И у человека вполне может болеть голова вследствие его физиологии. Когда я перегреваюсь, у него идет хуже насыщение кислорода кровью. Есть 2-3 моих знакомых личных, которые при недостатке кислорода сразу это чувствуют. Им не нравится, они блекнут и так далее. Но кроме этого еще и действительно возможен угарный газ. А это я по другой печи замерял. А вот так вот нету данных таких. По поводу гипоксии мы еще можем, кстати, тоже, могу возразить. Потому что гипоксии тоже лечат. Понятное дело, что это частные все случаи. Да, я сейчас книжку читаю, что якобы гипоксия продлевает жизнь. И так в придушенном состоянии уменьшается обмен веществ. И удлиняется жизнь. Ну, давайте сейчас прям сразу вы же физик. И как раз таки вот этот момент проговорим с гипоксией и связанным с этим. Считается, что в горах люди живут дольше. Чистый воздух? Да. Или все-таки меньшая процентная кислорода? У друзейка написано, что там мало кальция в воде, который откладывается в сосудах. А гипоксия, вообще говоря, что получается, когда мы топим печь дровами и не достает кислорода ей. Воздух прикрываем. Сажа нарастает. То же самое в организме нарастает сажа. И обмен работает. Он усиливается, обмен веществ. А кислорода нет. И начинают радикалы образовываться. Это тоже из другой книжки, у друзейка и так далее выцеживается. Поэтому гипоксия, я не признаю гипоксию за плюс. Это минус. Хорошо, поехали дальше. Поехали. Я думаю, что коменты уже полетели. Вот, вообще говоря, я назвал их свидетели того, что я движусь от пара по-серому к пару чистому. Львов, 799 год. Сюзор. Кстати, вот Сюзор я сразу хочу процитировать. Миркис откопал... Миркис откопал... Да, вот он. Сюзора. Работу Сюзора. И тут он пишет, что в 30-ти копеечных банях, в отличие от 5-ти копеечных бань, пар получается, так называемый легкий пар без угара и копоти. Тогда уже понимали, что лучше печь делать не на проход, как обычно делают. Вот они. Здесь огонь не соприкасается с каменкой, а здесь она фильтруется через нее. Это классика, а-ля столичных всех бань. И многие за этим гонятся. Но Сюзор вот в той цитате сказал, что пар лучше вот отсюда. Ничего не изменило за эти 200-300 лет. По поводу Семёна Миркиса, вот видите, вон две красные папочки. Это как раз-таки полный сборник печей, о котором сейчас говорит Владимир Николаевич. Всё здесь лежит. Да, да. И флешечка даже есть. Действительно. Ну вот, вообще говоря, полный обзор представлен на этом рисунке. Значит, что было сначала? Очаг по-чёрному. И этот очаг, когда внесли в избушку, получилась баня по-чёрному. Потом этот очаг обложили кирпичом, получилась печь по-серому. То есть, печь уже с трубой, но внутри каменка всё равно вот эта по-чёрному. И вот эта печь вот так вот выглядит в разрезе. Потом стали делать бункеры, руссауна, у Нурдинова стакан и так далее. А ещё каменки бывают внешние, вот такие. То есть, это открытая каменка, это закрытая каменка, а эта каменка по-чёрному. Вот эти две по-белому. И Гилёв сделал испытание вот с такой каменкой и показал, что 10 видов камней, он, включая чугун, показал, что всё выкрашивается. Чугун. Да, когда мы раскалим камни, чугун. Как раз таки всё выкрашивается. В дребезги. Да. И раскалим и поливаем водой, всё рассыпается. И чугун рассыпается. А нержавейка? Нержавейка не рассыпается, но там есть нюансы. Сейчас я покажу, вот он, как чугун рассыпается. Вот это всё мои фотографии, я во многих банях это видел. А Решенин рассказал, в Доме учёных был семинар, и к нему он рассказывал о печах. К нему подошёл человек, говорит, у нас в Красной Поляне надо отремонтировать печь. И его забрал туда, в Красную Поляну. Там объект Газпрома. Они что сделали? А, посмотрел решение, но видел. Повесили простынь перед дверкой, начали поддавать пар, и смотрят на простыни оседая чешуйки чугуна. А стали испытания эти делать, потому что высокопоставленный пользователь бани, пожаловался на лёгкие. После этих испытаний выбросили весь чугун, заложили нефрит. Причём понимали, что и нефрит будет разрушаться, но нефрит якобы можно откашлять, как и шахтёры делают. А чугун не откашляешь. Это один из убоенных моментов, который, наверное, по всему интернету гремит. У меня есть что возразить, Владимир Николаевич. Первый вопрос касается разложения чугуна. Полностью согласен. Он действительно выгорает, уменьшается в объёме, раскалывается, возможно, что-то вылетает. Вопрос стоит в другом. Чем топили эту печь? Соприкасался ли газ, если топили газом с чугуном? Либо это дровами топили? До какой температуры топили? И самое главное, что у меня есть возразить, на каком расстоянии находилась эта простынь? Я думаю, что это находилось вблизи. Вблизи. Не в полутора метрах. Да. А если бы разместили в полутора метрах... Можно было вообще унести из парилки и посмотреть потом на простынь. Ты так хочешь? Зачем? Надо смотреть, что оседает. Да, если что-то вылетает, оно, потеряв энергию взрывного пара, оно должно упасть. В лёгких нашли чешуяки чугуна. Запротоколировано, как вы мне сейчас говорили? Всё со слов решения. Со слов. Я вот считаю... Потому что это не публикуется, это закрытые данные, грубо говоря. Вы сами прекрасно понимаете, что никому в голову, никому даже в голову не может прийти, если поддавать в каменку, да, водой. И тут же дышать. И тут же, да, засовывают туда лицо, в выход из пара. Согласен. Но это полный бред. Да, да, да. У нас была баня на авиамоторной, электропечи и камни. Я сейчас вспоминаю, что я когда ходил по парилке, близко ли я был, недалеко, но у меня песок хрустел на зубах. И не только здесь. И в других местах иногда ощущаешь вот так хруст на зубах. Ну, какая разница, тогда я не обращал внимания, сейчас я понимаю. А у меня следующий вопрос, касаемо как раз-таки хруста на зубах. Вы уверены, что это был песок? А что было? Я не знаю, что-то хрустел на зубах. А что это? Не знаю. Может, это соль? Солью поддавали? Нет, 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 нет. Нет. Да соль, она в пыль превращается. Да. Это как в газогенераторе, она не будет хрустеть. Пар соленый, да, бывает, но не хрустит. А тут хруст на зубах. Ну, правильно. Соль, оставшаяся в каменке. Потому что... Когда летит она, и долетает до меня. Электропечь. Нет. Давайте, скажем прямо, чешуйка чугуна. Да. И кристалл соли, если мы возьмём. Это два разных по размеру. Физическому моменту. Материалы разные. А размеры, я не знаю, какие там могут быть. И осадившаяся на тенах или на каменке соль в процессе топления бани, она вполне может вылетать. Я тестировал в августе месяце одну парилку, меня пригласили. И хозяин показывал, что на расстоянии двух метров у него вот так песок был насыпан. Ну, если заложить вот такой камень, то песок будет вообще здесь. Выстреливает, да. Но, я думаю, наряду с этим песком ещё и в воздухе пыль. Почему называется печь по-серому? Пыль или частицы всё-таки? Пыль – это одно. Пылью мы сейчас с вами дышим. Да, да. Почему по-серому называется? Пчёлкин ещё сказал. Потому что вот этот пар вылетает оттуда, и интерьер со временем становится серым. Это пыль, допустим. Там, как говорят, мелкодисперсная пыль. Да. Как бы она может и не хрустеть. Но если на стенах оседает серая пыль, на полу песок, значит, есть весь набор фракций. И то есть, что я могу и вдохнуть, и надкусить, и хрустеть. На стенах есть ещё подтёки от веника, например, от капель веника. Это да, это не считается. А серость, она везде, я много раз это вижу. Да, кстати, ты говоришь. Поэтому вот касаемо этого примера, тут у меня вопросы. Нашли ли действительно чешуйки? Были ли чешуйки в лёгких? Хорошо. И где доказательная база? Я как судмедэксперт, доказательная база. Да, да, да. Ваня в Дрязне. Да. Ты говоришь, там не было, а вроде было... С вами не было, я был там отдельно. Отдельно был. Там было много народу. И стены чёрные. Да. Печь по-серому на дровах. Конечно, в столичных банях у нас на газу, там почище. Но тоже интерьер меняют раз в год, раз в два года. И по 20 ведер окалины. Окалины, пыли. Снимают, да. Разрушаются. В таких условиях, да, вот, когда Кириллов говорил, получается так, что идёт человек в баню за здоровьем, а попадает в горячее пыльное производство. Похоже это? Похоже. Я полностью с ним согласился. Что калим заряд прямо в огне, потом поливаем это водой. Ну, что у нас будет в парной? А никто испытаний таких, ну, тщательных. Никто диссертацию на этом не сделал. А может сделали ещё в 1800-х годах. Тогда про угар делали диссертацию. Угар согласен, да. Потому что, когда печь, которую вы называете по-белому, утопит, угарный газ может присутствовать в помещении, если швы у кирпичной печи расходятся. Про пыль нет диссертации, по-моему, я не нашёл. Поэтому тут... А датчик по пыли ведь есть. Сейчас полно датчиков. Датчик по пыли есть, да. По кислороду вот мы делали, да. Мы лишились этого датчика, он у нас сгорел. У меня он... Четыре раза я его ремонтировал, потому что вот те капсулы выходят из строя от влажности. Да, это так. Ну, и вот получается, что... Поэтому тут на самом деле волоски в носу. Да, надежда на волоски. Ну, и если вы паром не дышите, прям, которые выходят из каменки. Тем более, в общественных банях пар-то готовят по-другому. Он сначала накидает, он осядет и только потом заходит. Редко, когда... Ну, даже когда добавляют. Ну, конечно, в общественных банях я не покашливал. Это всё было в экспериментальных, частных. Там, где инновации внедрялись. Там я не покашливал. Вот-вот. Хороша ли инновация, Владимир Николаевич? Ну, вот здесь чёрный интерьер. Я не спорю. Мои лёгкие такие же станут. Я не спорю. Если вы будете там жить, то да, будут. Вот в банях Алексеева, например, всегда отшивка чистая. Выход пары находится ниже уровня подиума. То есть, там же, если всё вылится, всё упадёт вниз. Тут вопрос, на самом деле, о технологиях больше. Вот у вас есть слайд, когда там банщика, печка перегревала. Вы мне её показывали. В самом начале, да. В самом начале. И говорили, что это плохо. Вот она. Это меня пригласил Алексей, банщик. Привёз в Горке-2 или там где-то рядом. Я только это место знаю, а много другие названия. И показал свои условия работы. И я посмотрел. Вот печь стоит, красивая печь. На поверхности у неё здесь 150 градусов, здесь за 200 градусов. И вот он стоит на полке вот таком, неприспособленном к индивидуальному парению. В наклоне. И ему сзади вот это жёсткое излучение. В полуметре ещё, наверное. Ну, не знаю, может в метре. Но ему плохо. Он чувствовал, почему меня и привёз. И дальше голова у него в жаре вот здесь. Клиент лежит гораздо ниже. Ну, разве это условие для жизни? Стоп. Причём тут чистый пар. Тут чистый пар, тут эргономика парной. Неудобно сделанной пологой. Да, эргономика. И по жёсткому... Печка близко находится к человеку, который обращен к ней спиной. Возможно, и кран стальной. Возможно, и кран перегревается. Да, да, да. Если сделать 10 сантиметров, например, из талька... Тут из камня вот эта облицовка. Полщина. Какой-то. Ну, не знаю, обычная. И моё предложение здесь такое. Сделать вот такой бойлер плоский. Прислонить его вот к этой стенке. Он будет кипеть, производить пар. И будет экранировать это место. И здесь пар либо в парную идёт, либо, когда он лишний, идёт в ведро с лобой, либо в батарею. Вот такой экран. Конструктор скоропарки не хочет это делать. Я полностью его поддерживаю в этом. А Куценко сделал, по моей просьбе настоятельной, и нормально это работает. Давайте мы скажем так. Это частный случай. Если это пойдёт в серию, и неизвестно условия эксплуатации, и кто этим будет пользоваться, то рано или поздно, вот эта штука выйдет из строя у кого-то. Мы не можем знать, кто будет этим пользоваться. Здесь клапан делает. Как сказал Юрий Михайлович Хошев, чем конструкция проще, тем легче обращаться. Да, правильно. Поэтому вы начинаете усложнять нормальную печку. Можно просто поставить туда нормальную облицовку и печку, рассчитанную под объём этого помещения, и сделать эргономику парной. Зачем банщику? Это да. В частном случае, что-то вы ещё хотели показать? Тут опять вы меня не убедили. Да. Вот обычные печи, накал печи, они, три недостатка у них. Первое, перекал собственного конструктива, и он разваливается. Второе, в дымоход, из дымохода бьёт пламя, низкий КПД. И высока вероятность пожара. То есть, они вообще полный отстой. Чем характерна бойлер-печь, которая даёт чистый пар? Стоп. Есть пару возражений. Это я с вами полностью согласен. Всё зависит от интенсивности топки и от конструкции самой печи. Понятное дело, что любую печь, и даже кирпичную, можно раскалить, что огонь пойдёт наружу. А если мы говорим, что если ещё и дымоход не чистили, да, в кирпичной печи, я вам тут поддакиваю, то, возможно, возгорание сажи. Как вот здесь, например, да? Вот здесь, например, она свежая труба. Ага. Вообще. Кирпичная печь? Нет. Стальная? Это чугунная печь. Но. Она свежая. Да. Но, если мы вот на любую вот такую печь оденем, например, у меня есть рояль в кустах. Вот. ППШ. Да. Да? От компании Теплофусы. Да. Решим мы проблему? Да. Мы получим нагрев горячей воды. Да. Мы получим насыщенный пар, неперегретый. Да. Чистый пар получим. Чистый пар, но мы прекрасно понимаем, что с ППШ попариться с веником нормально в пироговую баню мы не сможем. Мне этого достаточно. Попариться с веником с ППШ в нормальной баню. А что такое невозможно попариться, это уже... Лирика. Да. На ваш взгляд. И более того, даже маркетинг. Ага. Правильно. Маркетинг требует нагреть каменку до 600-700 градусов, и тогда мы получим мелкодисперсный пар. Запас энергии. Да. Для получения паровоздушной смеси. Вообще там много чего говорят. Во-первых, мелкодисперсия. Это все говорят пар мелкодисперсный. Я хочу сделать тут замечание. Это подмена понятий. Согласен. Потому что пар это H2O. Молекула H2O. Там дисперсии нету. А дисперсия есть у частиц. У пыли. У тумана. Про это можно говорить. Но это вот, к сожалению, не к сожалению, это вошедшее в обиход слово, так же, как каменка по-серому. Это есть печь с прямым. Каменка по-черному, а печь по-серому. Нет. Есть печь прямого нагрева, есть косвенного нагрева. Все остальное это уже... Это просто начинается из-за того, что в интернете слишком много разных названий. Начинается так же, как в айфонах, делаться облегчение, чтобы даже домохозяйка начала понимать. Это связано с тем, что общий уровень знаний начинает падать, Владимир Николаевич. Вот я с чем это связываю. Проще донести свою мысль, разложив ее на мелкие составляющие. Вот еще одна схема. Я этих схем нарисовал штук 10. И так, и эдак. Потому что надо все учесть. И вот здесь вот это вот накал печи. Вот это бойлер печи. Накал печи 1, 2, 3, 4 варианта. Здесь она каменка по черному, а здесь каменка по белому. Причем каменка может быть закрытая, открытая. И вот это все я проанализировал. Значит, когда у нас каменка по белому с бункером, то у нас бункер прогорает, раскаленный дымоход, огонь над крышей. КПД низкий. Каменка по черному, это печь по серому. У нас либо пар 100 из котла мы получаем, либо с насадки по серому. И вот последний вариант бойлер печь. Чистый пар из котла с перегревом. Экология какая? В этом варианте нулевая экология. Здесь низкая. Здесь средняя. И вот здесь высокая. Риск пожара. Первое, второе, третье высокий. Вот эти. Здесь средний. И вот здесь опять низкий. То есть все преимущества бойлер печи по конструктиву, по эксплуатации, по риску пожара, по здоровью. Я полностью сел на эту тему. И еще могу даже сказать такую вещь, что есть известный блогер Андрей Захарыч. Все его знают. Он сделал печь, ему построили. Там и каменка по черному была, и каменка в бункере была. Я у него тестировал в усадково. И он поддает на эту, поддает на эту. И меня спрашивает, чувствуешь разницу? А мои приборы, гигрометр, термометр показывают одинаково. Теперь я понимаю, что разница была в количестве сажи и пыли из каменки по черному. И ему это нравилось. Вот каким выводом я пишу. Ну, как можно есть несоленую пищу? Да. Давайте скажем прямо. Как можно дышать паром без пыли? Нет, как можно, как можно есть несоленую пищу? Ну, это подмена понятий и заболтывание темы. Нет, нет, не соглашусь. Соль и пыль? Разные вещи. Нет, вы кушаете. Да. Кушаю солью я, а дышу я желательно без пыли. Почему вредно? Без соли невозможно жить. Войны из-за соли вели. Да. Натрий и калий в организме это два основных минерала. Минералы, да, которые... Остальные микро идут, а это макроэлементы. Ну, то, что благодаря электричеству. У нас внутри клетки калий, снаружи клетки, около этой клеточной жидкости натрий, и вот натрий калиевый насос обеспечивает нашу жизнь. Как можно жить без этого? Вы сказали про кальций. Кальция мало. Но если мы в бойлер-печь нальем достаточно закольцованную воду, где много кальция, вы уверены, что вы будете дышать чистым паром? Да. Потому что дистиллированная вода у нас испаряется пар, и он чистый, вообще говоря. Почему дистиллированная? Мы же получаем весь пар в парную, со всеми микроэлементами? Нет. Дистиллированную воду мы получаем на выходе. Каким образом? В виде пара. Ну, как дистиллированная вода получается. Кипит, пар мы потом конденсируем. Смотрим, и сколько здесь? 20, не больше 20 миллиграмм на литр. Правильно, мы конденсируем воду. Да. А теперь, если мы её не конденсируем, это и пар. Правильно, а если мы не конденсируем, значит все минералы в пару находятся. Минералов, я говорю, в конденсированной будет 20 миллиграмм на литр. Это дистиллированная вода. Ага, вы как? Вот сейчас мы можем подискутировать, потому что я в своё время гнал самогон. Я тоже гнал. Да. И, соответственно, для того, чтобы он был чище, есть змеевик, но есть же стеклянная трубочка. Не чище, а змеевик это просто конденсатор. Да, да, охлаждение. Чем выше колонна охлаждающая, есть стеклянная трубочка с иголочками внутри, которая как раз осаждает на себе, чтобы пар выходил, а на ней оставались как раз таки все примеси. Нет. Есть, есть. Я забыл, как она называется. Есть. Эта трубка имеет название, и, соответственно, в пару мы получаем, изначально, когда из-под трубка самогонового аппарата что-то выходит, это выходит всё. То есть не только чистое. Я согласен. Почему хвосты убирают? Убирают. Я согласен, да, есть. Но этого настолько мало, у меня из-под крана льётся 140 мг на литр вода, а деселированная вода 20 мг на литр по ГОСТу и слегка подкисленная. 5,9 примерно у неё. Да, есть там, но очень мало по сравнению с тем, что... Несравнимо мало. Может, и здесь несравнимо мало, и здесь несравнимо мало, но то, что этот пар даёт вкус, то, что этот пар хочется кушать, а не просто дышать паровоздушной смеси, и делает как раз таки пар для гурманов, о котором говорит Захарович. Как же без этого? Вы рассматриваете одну только сторону, это процедуру. А как в такой системе сделать, например, пироговую баню? Это вообще другая песня. Да. Пироговая баня, что это такое? Это пар, когда у тебя вот здесь вот. Да. Ну, это с любым, ты с грязным паром сделаешь и с чистым паром сделаешь. Это одно и то же. Другое дело, что курильщику... Зачем ему вдыхать дым? Меня пытались в седьмом классе приучить курению. Легальный наркотик. Да. Я и так, и эдак. Вот, кстати, правильно, наркотиков этих. Захожу в магазин продукты, а там алкоголь и табак. Легальный наркотик. Да. Ну, живём в такой стране, вообще говоря. Это преступление против населения. Давайте всё-таки к печё вернёмся. Пока что я вижу, да, мы получаем чистый пар без вкуса, без запаха, без ничего. Да. И это процедура. Да. Да. А процедура заключается в том, что человек нагреваем на один градус, кожа нагревается, кровь к ней приливает, потому что раскрываются капилляры. Мы начинаем потеть, а у человека два канала выделения. Через почки, там с экономией идёт, с реабсорбцией. Эволюция сделала так, что когда у этих, у рыб, нет, наверное, про рыб не знаю, когда выползла живность на берег, надо захватили с собой воду в организме, человек же это мешок с водой, и надо эту жидкость экономить. И тогда возникли почки с реабсорбцией. Фильтрация первый момент, и второе реабсорбция, возврат жидкости обратно. А потеем мы без реабсорбции. Выходит всё, хорошее, плохое. Да. Первая фильтрация, когда первичную мочу мы получаем, она по составу одинаковая с потом. И поэтому, когда мы потеем, во-первых, из нас выходит с других мест, прямо из межклеточной жидкости, и во-вторых, без реабсорбции. Этим полезна теплопроцедура. Теплогидропроцедура, как Бирюков называл её. И этого мне достаточно. Я могу, вообще говоря, эту же процедуру делать и в другом месте. В тёплом мешке, в ванной. Правильно. Зачем в баню ходить? Вот именно. И я... И веник применять не надо. Веник... Веником надо... Дополнительное раздражение кожных покровов. Сейчас скажу, для чего веник нужен. Это я в последнее время, когда сильно этим занимался, то очень важно соскрёбывать... Да, вот он, этот... Вот этот печник. Гудимов Сергей на даче у себя. Там, где-то в районе Красной Поляны. Прозрел. С самого начала он делал ванну и грелся в ванне. Подарили мне баню вот такую в мешке. Тоже я её использовал. И японцы используют то же самое. И на Украине используют. На Украине моются там. В чанах. Карпатские чаны. Вот. Но... Про это я не знаю. И здесь, и здесь, и здесь мы нагреваем себя на 1 градус. Кожа краснеет. Мы начинаем потеть. И этого достаточно для оздоровительных процедур. Кому надо подышать пылью с паром, покурить, выпить. Это не моя тема. Но это же можно потом сделать. Вообще не моя тема. Зачем это делать? Зачем? Это другой вопрос. Мы сейчас говорим о чистоте пара. Да. Да. Зачем загрязнять организм? Я этого не понимаю. То есть, вполне достаточно вот такой процедуры. Ванна. Да. И веник нужен для того, чтобы соскоблить... Почесаться. Почесаться, да. Кожу. Чтобы ороговевший слой, под которым начинаются всякие бактерии размножаться, и возникают местные такие раздражения, а потом идут к дерматологу и так далее, и так далее. На самом деле, надо действительно очистить верхний слой. И сейчас продают такие щетки, эти мочалки, жесткие. Мне очень нравится. Я их купил, несколько штук, и сдираю. Да, согласен. И все проходит. Да. Ну, то есть, можно в ванне мыться с веником, и все будет долго. Да. Если хочешь похлестать себя, это массаж. Хотя один именитый банщик сказал, нет, это не массаж. Я до сих пор с ним не соглашаюсь. Полностью согласен с вами. Массаж, да. Это тоже хорошо. Содрать верхний ороговевший слой хорошо. Нагреть себя на один... Замеры показывают, на 1-1,5 градуса мы нагреваемся. Внутри. Потому что снаружи от 30 градусов до 45 градусов нагревается кожа. Да. Высоко. А внутри на 1 градус всего. Согласен. Я полностью согласен. У нас есть испытания, где мы ряд термометров вставляли в организм человека. Давайте я попробую ссылку подконнектить к этому видео, если вы дошли до этого момента. На сайте ruspark.ru в разделе энциклопедии эти параметры есть, кстати. А вот, кстати, график Хошев подкинул на форум, где видно, что чугун, когда он нагревается, потом остывает, потом остывает, то он не до конца уходит назад, потом снова нагревается и опять не до конца уходит назад. То есть он набухает. И вот через 20 циклов, например, чугун в атмосфере СО2 больше 25% набухает, а в печных газах больше 15%. Это к тому, как чугун разрушается, и закладка разрушается, и печи разрушаются. То есть плохая технология во всех накал-печах. Разрушение уже запрограммировано природой, физикой, и не надо за неё держаться. Нержавейка, да, хорошо, но и даже нержавейку начинает корёжить, и она прогорает. Но если мы заполним её водой, вода не даст подняться выше 100 градусов. Теплопроводность на 50% у нержавейки, у легированной нержавейки. А зачем мне теплопроводность? Теплоёмкость на 15%. Зачем она мне нужна? Это если мы используем. Бывают эти водогрейные котлы накопительного типа, а бывают проточного. Вот скоропарка проточного типа. И не нужно мне накопление, и быстро я меняю режимы, народу нету, я выключил. Вот быстро я могу немножко поспорить, потому что вот как раз-таки у Владимира Ефимова то, что вот мы пробовали скоропарку, в разных режимах гоняли. Он даже сам сказал, что мы её повышили так, что никогда в жизни он не мог представить, что такие температуры у нас достигнут. Всё-таки смена атмосферы, она занимает какое-то время. Сколько? Минуту, две, три, пять. Ну, где-то да, вот. А сколько раскалить монстр-печь большую? Пять часов. Если мы о кирпичной говорим, ну, я думаю, шесть. Да, шесть. Но здесь можно играться с различными режимами. То есть она тёплая, в отличие от, например, той же самой скоропарки. То есть в скоропарке нету запаса энергии, по сути дела. Да. Нету запаса энергии. И у меня есть ещё один рояль в кустах. Это, например, пара-перегреватель от компании «Тройка». Весом, наверное, килограмм двадцать пять. Устанавливаем в обычную печь. Я Владимиру Николаевичу фотографии показывал, как раз-таки, когда мы вот подобные вставляли в кирпичную печь. И мы получаем традиционный пар. Мы можем получить чистый пар. Мы можем получить перегретый пар. Мы можем получить вот здесь вот перегретый пар. Вот здесь мы можем получить насыщенный пар. И мы получаем те самые традиции, без которых баня не баня. Когда человек... Приёмные чаши. Ну, вот это в огне... Нет, это как раз в каменку. А, это просто как каменка. Да. То есть, любые параметры, по сути дела, в любую печь мы интегрируем. И получаем всё, что мы хотим. То есть, с точки зрения универсальности, то, что вы говорите, печка плохая, скоропарка вообще не представляет никакой универсальности. То есть, ты или включил, или выключил. Других вариантов нет. И на этапе первоначального прогрева там достаточно влажновато в начале. И плюс, Владимир Николаевич, по поводу чистого пара. Я ни в коем случае не говорю, что это плохо. Но мы с вами прекрасно понимаем, что чем выше температура внутри парной, тем больше, скажем так, воды она может в себя вместить. Ну, я имею в виду влажность абсолютно относительная. Чем больше температура, тем больше воды помещается. Но сумма, все и твои замеры, и особенно у паровара, сумма, влажность плюс температура, не больше 110 должна быть. Да, это я да за это топлю. Это максимально. 50 на 60. 55 на 55. Да. А для процедуры вообще и сотни достаточно. Да. Но это мне не ясно. Ты говоришь, чем больше, тем можно больше. Не надо этого ничего делать. Чем больше помещать. Абсолютная влажность. И абсолютная, и относительная. И относительная влажность. Оно, конечно... Скоропарка почему сушит? Почему в Скоропарке сушит воздух? Почему не стоит бояться? Сушит воздух, это совсем другое дело. Это надо очень по миллиметрам рассказывать. Не сушит она, она насыщает паром и делает вот эти 55 на 55, например. В этом плане она идеальный аппарат. Для кого-то? Для всех. Для живого организма она идеальный аппарат. Для каких? Ну, если только зайти погреться. Ну, тогда более идеальный аппарат это ванна. Да. Да. Все, на этом мы заканчиваем. Дальше спорить не будем. Или есть еще что-то рассказать? Ну, Скоропарку я бы вот таким образом регулировал. Как вот здесь нарисовал. Но конструктор не хочет это делать. Но я этим пользовался в Аквалайт. Она у тебя находится. И все нормально. Это частный случай. Ну, почему частный? Частный. Потому что даже если замечательную печь, сваренную из 310-й стали, с отличнейшим пароперегревателем, с пароваром от жары или ППШ от тиса, дать в неумелые руки, они спалят и эту печь. Они будут топить ее углем. Они будут заплывать и наполнять бак водой. Поэтому, если мы говорим о рынке... И ванне тоже бывает несчастный случай. Утопнуть можно, да. Поэтому тут я согласен. Чем проще конструкции, вот мне почему и достаточно простые... Самая простая это ванна. Да. Да, я с вами согласен. Все. То есть, японцы молодцы. Мы пришли к тому, что все-таки Афура и Фурака это лучший вариант. И живут они на 15 лет дольше. Говорят, конечно, там еще другие условия. Омега, да. Но там... А почему возникли у них ванны эти, в бочке они сидят? Потому что там горячие источники. Ну, нормальные источники. Такая традиция, да. А у нас традиция сруб. Да, потому что... И нормальная, хорошая, теплоемкая печь. Да, да. Вот я за нее топил, топлю и топить буду. Правильно. Скоропарка это хорошо. Да. Это я не спорю. Но чистый пар в случае принятия настоящего, полноценного такого вот... Ну, кому-то, кому нравится, я думаю, что все-таки теплоемкие печи, они все-таки выигрывали, выигрывают и будут выигрывать еще ближайшие там лет 300. Требуют, да, некоторые заказчики. Требуют и в бане по-черному. Да. Меня калачом туда не заманишь. Плохой опыт поимели, потому что изначально. Изначально плохой опыт. И про это тоже говорят. Это я в курсе дела. У меня хороший опыт есть. Ванна. Да. Так заводим. Взял термометр, да. Причем и давление можно померить тут же. Кстати, про давление. Но это по физиологии уже. Ты присутствовал там у Малышевой. Там мерили давление, и твоя собеседница, Кристина, да? Кристина, да. Она сказала, что давление сначала повышается, а потом понижается. Мои личные замеры ответили на этот вопрос, когда через 3 минуты штук 7 замеров сделал, находясь в ванне. Давление сразу снижается. И это там они отметили, что давление снижается. Постепенно, да. Но нету подъема. Возможно, этот вопрос, Кристина. Я не имею в виду, как бы пообразовать. Ну вот. Давление снижается, и в этом плане. Но потеем мы не для охлаждения. Это другая большая тема. Это другая большая тема. И ты с этой темой уже делал на ВДНХ 10 лет назад съемка у тебя есть. Для чего человек потеет? А, да, есть. Тоже на сайте есть, кстати. Да. И ты промолчал, когда напарники Малышевой говорили, что человек потеет для охлаждения. Кстати, в РЕН-ТВ тоже есть ролик, где Прокопенко тоже говорит, потеем для охлаждения. Не выдерживают никакой критики. Я не врач по образованию. Я тоже не врач. Я верю в доказательную медицину. Лечат таблетки. Я таблеток боюсь. Ну вот, собственно говоря, диспут, наверное, нашел концу. Огромная просьба прокомментировать и принять участие в вопросе, какой же пар должен быть на вкладке сообщества. На этом мы с вами прощаемся, да, Владимир Николаевич? Да. Всего доброго. Всего хорошего. Легкого вам пара.